Добрый вечер, друзья! В прошлый раз я заболтался про новый корабль настолько, что было просто неприлично продолжать серию дальше. Так что теперь вот экстренно наверстываем упущенное и с головой погружаемся именно в прохождение, уже не отвлекаясь на технические вопросы. Как вы помните, в прошлый раз я загрузил кораблик, приготовил, даже там винты у вертолётов выставил перед сном, чтобы утром выплыть и бодренько поплыть по заданию. Но одного момента я всё же не учёл. Я когда-то купил этот остров и игрался с краном, конечно же, это первый кран, который мне попался в игре, и так и бросил его опущенным почти до воды и в самом начале дока. А когда-то давно, в детстве, мама постоянно говорила мне «Поигрался, убери за собой», но, конечно же, я маму не слушал. И вот настал час расплаты. Корабль появился в доке так, что магнит, брошенный во мной кран, находится аккурат под днищем вертолёта, вот чётенько. И поскольку его коннекторы у вертолёта постоянно включены, чтобы замкнуться между собой, на этот раз они замыкаются на этом магните крана. Но, конечно же, я этого не заметил. И в итоге, когда утром я отправился уже плыть, стартанул, далеко отплыть мне не удалось, меня вернуло очень грубо в порт, и практически разбило в дребезги мой корабль, и я понял, что уже никто никуда не плывёт. Конечно же, поигрался и этой механикой, ну и потом благополучно загрузил просто сейф. Ну и, понятно, пошёл сразу оцеплять кран же, чтобы не повторилось это печальное происшествие. Поднялся, думал, сейчас его подтяну просто и выскочит. Ну нет, он не выскакивал, очень ровненько стоял под вертолётом этот кубик, и кран уже буквально корабль поднимал из воды, а кубик не выскакивал. Ну, конечно, поднять корабль кран не может, но старался изо всех сил. В общем, я пошёл вручную это делать, вытаскивать. Думаю, получится, нет? Получилось! Правда, получилось не совсем так, как я ожидал, но довольно забавно. Я, конечно, понимал, что оно как-то выстрелит, но думал, мало ли, повредит, не повредит вертолёт, проверить хотел. А получил катапульту. Мною выстрелило, как из рогатки, просто в небо. Ну, хоть упал в воду. Весёленькое начало. Интересно, что там будет на заданиях. А, на заданиях у нас, кстати, по квесту сейчас тушение рыболовецкого корабля. Он там далеко на севере, кстати, отсюда. Ну, далеко на севере исследованной мной карты. А до крайнего севера мне ещё далеко. Да, кстати, если вдруг кто-то не в курсе, в игре вышло обновление, которое добавило новый биом. Соответственно, несколько новых предметов, новую механику замерзания. Теперь нужна тёплая одежда и обогреватели, чтобы выживать на севере. И, конечно же, одежду, обогреватели и даже лыжи нам ввели в игру. И даже фауна там своя есть. Хотя, в ней присутствуют пингвины. А тогда это никакая не Арктика, а Антарктика. Ну, это я уже придираюсь. А тут, смотрите, кстати, вот одиноко плавающий, бесхозный ящичек, который явно надо спасти. Мы же спасатели. Мы должны спасать ящички. Открываем. И, конечно же, при введении в игру новых предметов, эти предметы выдаются всем игрокам одними из первых наград. И этот раз не стал исключением. Я получил Арктическую Спецовочку, без которой на Крайнем Севере не выжить. И хоть нам на север пока ещё рано, но шубейка модная мне нравится. Вот так потихоньку я и добрался до Погорельцев. Горе рыбаков, курящих в постели. Я так лихо ворвался, думал, сейчас я-то с двух стволов, у меня пушек вон сколько, сейчас я их потушу. Но, на самом деле, всё оказалось не так просто, потому что, как вы знаете, в управлении этот кораблик был на раннем этапе весьма и весьма странным. Особенно вот в маневрировании скорость-то у него хорошая, а вот ближний бой, так сказать, хромает. В результате вот так уткнулся прямо мордой в него и всё-таки потушил. И дали мне за это, конечно же, обогреватель, потому что это новый предмет. И также мне дали чертёж на двери. Воу-воу, вот теперь я могу сделать нормальный слив в своём корабле. Ну и выдали ещё один большой дизель и, в принципе, нормально денег. И, кстати, там же рядом я нашёл ещё один ящик и в нём оказалась оградка, ну, сегмент оградки, и, конечно, немного денежек. Приятный бонус перед сном. Очень удачненький был день. Мы нашли два ящика и выполнили квест. И всё это в одни игровые сутки, в один игровой день. Можно смело ложиться спать, и ложиться спать, конечно же, я могу прямо на своём кораблике. Это теперь моя плавучая база. Я с неё не на шаг. Пока бензин не закончится, буду плавать. Как обычно, спим до квеста, и вы не подумайте, я не забыл выключить пушки. Я хотел проверить, как они откачают из бассейна в воду или нет. Нет, не откачивают. Ну, вернее, откачивают, но крайне медленно. И, судя по всему, во сне время как-то быстрее не идёт. Или мне показалось. В смысле, время по механике происходящего. Это надо будет ещё, кстати, потестить. И вот новый квест, и опять пожар. Причём, мы этот пожар уже однажды тушили. Ничему людей жизнь не учат. Могли бы всё-таки какие-то противопожарные меры принять. Тем более, учреждение серьёзное, обсерватория. Ребята, ну как так? Второй раз горим. Ладно, потушим. Тем более, в тот раз мы тушили вертолётом, а в этот раз будем тушить корабликом. Как минимум, пытаться. Плыть было практически через всю карту, поэтому приплыл я уже вечером. Потому не стал уже врываться в бой и лёг поспать. Перед горячей обсерваторией. А вот с утра уже ринулся их спасать. И вот тут мои проблемы с управлением просто сломали мне мозг. Так неудобно маневрировать на этом корабле было. Просто ужас. Приходилось так вот аккуратненько встать, прицелиться и пытаться попасть. Но это не единственная трудность. Ещё дело осложняется тем, что вода на большом расстоянии разбрызгивается и катастрофически плохо тушит. Поэтому я подходил всё ближе и ближе и ближе старался подвести кораблик, чтобы сконцентрировать струи. И в результате просто вылез на этот остров и еле потом соскочил с него. Ну, благо чуть-чуть я там касался воды. Вот, кстати, где пригодилась система откачки воды из трюма. Которая, конечно же, как система откачки воды не работает, но она даёт нам огромный резерв воды и мы можем автономно тушить всё, что угодно. Для этого нам даже не надо в воде находиться, мы можем просто вот бум упасть возле объекта и тушить его неделю. Отличная способность. Я бы даже сказал суперспособность. В общем, потушил я обсерваторию, но крылья себе, конечно, помял и борта тоже местами. Так что я решил вернуться в док. Это здесь буквально в двух шагах, отремонтировался, ну, а потом повёл ещё людей отвозить в медпункт, как и положено. И, к сожалению, этот кусочек видео я как-то потерял. Но за квест мне там особо ничего не дали, вообще ересь какая-то. Дали ещё одну стойку от перил, покрышки несколько штук и, ну, и денег дали. Слава богу. И на том спасибо. И хотя я твёрдо решил жить уже на своём корабле, но, тем не менее, поплыл снова в док. Надо было подправить кораблик. Ну и, конечно, заглянуть в порт хотелось, потому что дали много декора и можно было его поразвесить по кораблю. Как минимум бортики поставить у грузового отсека, чтобы я туда не проваливался постоянно, когда пробегаю мимо. Ступеньки можно установить и сделать наконец-то что-то с управлением корабля, потому что это просто невозможно. Он летает как стрела, но на месте он становится беспомощным. Следующий квест у нас довольно примитивный, как обычно доставка людей. У нас заболел нефтяник и надо срочно его доставить на больничку. Отличная погодка, светит солнышко и мы мчим по водной глади навстречу заданию. Вот она рутина спасателя береговой охраны. Ну, в общем-то по этому квесту и рассказывать особо нечего. Мы приплыли, забрали человека, отвезли его опять в центр карты на все тот же больничный остров, куда мы везем практически со всех концов пациентов. И за бородача мне отсыпали в принципе нормально. Дали чертеж дизеля, теперь уже окончательно у меня есть большой дизель. Дали большой коннектор, которых у меня даже не было, но пока я им не занимался, было не до того. И, конечно же, дали портовую дырку, чему я несказанно рад, но гораздо больше рад я 8500 долларов, потому что с деньгами сейчас вообще проблемы. Ну что ж, можно смело заваливаться спать до следующего задания, которое не заставило себя долго ждать, и это оказался квест доставка. Доставка огромной байды, судя по всему, это какая-то грязевая помпа или что-то типа того, которая имеет размеры 24 на 9 и на 9. И вот это настоящее испытание для моего грузового отсека. Нас, конечно, этим заданием ошарашили посреди ночи, но я подумал, ну и ладно, поплыву ночью, все равно ничего интересного, а там уже на месте переночую, уже представляю, как будет выглядеть задание. И так оказалось, что точка квеста вот практически чуть больше километра до моего родного острова с доком, а я вдруг вспомнил, что у меня на корабле не поставлено еще много всего, я занимался его ходовой частью, а можно еще поставить пожарный костюмчик и полярный, раз вообще его взял, почему бы не поставить, лебедки у меня до сих пор нет на корабле, ну в общем, по мелочи вспомнил, что еще надо сделать и тут рядышком решил опять переночевать дома, а уже с утра поплыл дальше по заданию, тут оставалось совсем чуть-чуть. И приплыл я в очень странное место, во-первых, а кран там, а контейнер где-то вообще наверху, мост, а потом я понял, что мост разводной, мост разводной, надо спуститься, спустить контейнер на машине вниз по мосту, потом развести его, поднять, заплыть кораблем, поднять краном с машины груз и поместить в корабль, но нет, это слишком долго, зачем у меня кран есть свой, ну ради интереса я конечно съехал на машинке по мосту, ну и чтобы лететь было поближе, но вот грузиться я решил вертолетом, в принципе тут ничего сложного быть не должно, но, во-первых, прозрачные тросы, которые проходят сквозь предметы, у нас только коннекторы упираются во что-то, а тросы свободно проходят сквозь предметы, я завел их случайно под контейнер и когда поднимался, перевернул его, уронил, и потом подключился не к тем коннекторам, за краешек его взял и вертикально так понес, ну естественно держа вертикально, положить горизонтальное в грузовой отсек его было весьма проблематично, и я думал поставлю и уроню, но нет, не получалось, он всячески пытался устоять или торчать из трюма, и я плюнул, думаю, а, короче, и так сойдет, но так не сошло, буквально как только мы тронулись, этот контейнер выскочил из отсека, и, фу, чуть не сметя вертолет, рухнул в воду, но благо, я не отключал его от вертолета, от коннекторов, чтобы потом не переподключать и быстренько сдать квест, думал я, но на самом деле это мне оказало еще одну услугу, мы не утопили контейнер и не пришлось переигрывать с сейва, хотя грязевая помпа размерами с железнодорожный вагон, которая у тебя болтается на тросах, просто развивается как тряпочка на ветру, весьма стрёмная штука, и, возможно, надо было все-таки переиграть его с сейва, этот квест, и установить уже по-человечески контейнер, но переигрывать лень, поэтому я решил уйти до последнего, и вот тут, кстати, странно, я уже представлял, что нам придется уже и тормозить когда-то потом с этой штукой, и я, в принципе, вытормаживался не быстро, но, тем не менее, контейнер меня догнал и обломал винты на вертолете, ооо, дикатастрофен, просто, меня преследуют неудачи на этом корабле, и даже это не заставило меня загрузиться с сейва, даже с половиной лопастей мой вертолет, в принципе, работоспособен, его, конечно, трясет во все стороны, но он летит туда, куда я хочу, и, в принципе, достаточно грузоподъемен, я так понял, количество лопастей вообще не влияет на параметры какие-либо, кроме вот центровки, если отбить лопасть, нас начинают крутить, но, как-то, других, я не ощутил воздействий, в общем, на этом вибромассажере я кое-как дошкандыбал до платформы, поставил, наконец-то, этот контейнер туда, и за это мне дали чертеж медицинской кровати, опять-таки, чертеж ступенек теперь у меня, вот, все, со ступеньками проблем никаких точно не будет, хотя у меня их там лежит, блин, 80 штук на складе, а вот два люка лишними не будут, жалко денег, конечно, могли бы и побольше дать, но, вообще, нефтяники, я заметил, жадные, вот, их квесты, очень недорого стоят, я тащил огромную хрень, и мне дали, и 4000 не дали, да ну, блин, ребята, так несерьезно, мы будем пересматривать наши рабочие отношения, ну, в общем, в расстроенных чувствах я пошел спать до следующего задания, а следующее задание я увидел, оу, nuclear west, надо опять доставить какое-то оборудование на ядерную станцию, та, фигня, я возил уже эти ящички, поплыли, но, правда, денек выдался туманный, очень туманный, и лететь на 250 километрах в час, когда видно, блин, доноса корабля практически, очень страшно было, очень, я постоянно поглядывал на карту, нет ли там впереди островов, ветряков, нефтяных вышек, они все были, мне всех приходилось оплывать, опять плыть через всю карту, но был и один положительный момент, это задание оказалось опять вот в двух шагах от моего острова с доком, и я имел возможность еще раз заглянуть в порт, и устранить поломки, которые мне причинила эта сумасшедшая помпа, но если вы думаете, что мне нравится постоянно возвращаться домой, то нет, потому что каждый раз приходится потом выставлять лопасти у вертолета, и далеко не всегда это получается с первой попытки, в итоге, когда я уже приплыл на задание, оказалось, что это не тот квест, но это та же атомная станция, но не откуда-то сюда надо было везти ящички, а вот прямо возле нее находятся некие бочки, я так понимаю, с радиоактивным топливом, и их надо опустить, собственно, в реактор, наверное, но понятно, уже ночь, и надо идти спать, а утром продолжим, утром я взял вертолет, потому что там лифт, он так долго едет, мне вот реально проще на вертолете туда прилететь, взял вертолет, поднялся наверх, а там нас уже поджидает погрузчик, милый, милый погрузчик, я вообще добрый, миролюбивый человек, но тому, кто проектировал этот погрузчик, я бы сердце выгрыз, у него близко расположены колеса, и все они поворотные, крутится он как угорелый, просто на одном месте разворачивается волчком, но развесовка у него отвратительная, и он старается перевернуться при малейшем вираже, плюс колеса у него открыты со всех сторон, так что перевернуться он может обо что угодно, даже на стенку наехать может и перевернуться, ну и в довершении он просто не способен поднять этот бочонок, ну вот реально, вот вы посмотрите, он тупо его не поднимает, я изо всех сил жму кнопочку, нет, ни в какую, в результате бочонок волочится по земле, погрузчик на него наезжает, ну и конечно мы все-таки перевернулись, вот тут и пригодился вертолет, я решил перевернуть это недоразумение вертолетиком, подцепив коннектором, но внезапно мой коннектор не магнитится к магниту погрузчика, который магнитится вообще ко всему чему угодно, насколько я знаю, как этот магнит выглядит, в общем пришлось цепляться как-то за конструкцию, и тросы же, вы помните, прозрачные, они проходят сквозь эти конструкции, надо зацепиться именно коннектором, это ад, это самый худший квест, который я когда-либо видел, в общем, кое-как я его все-таки поставил, посадил вертолет, прибежал назад, сел в погрузчик, но почти сразу перевернулся опять, если бочонок упирается хотя бы во что-то, то погрузчик мгновенно на него наезжает и переворачивается, и я не знаю, как он это делает, и снова мне пришлось лететь вертолетом, и опять цепляться и переворачивать, но в принципе и в этот раз мне это удалось, я опять посадил вертолет, опять вернулся в погрузчик, отчаявшись поднять нормально эти бочки, я пытался их как бульдозером туда затрамбовать, в это помещение, но даже с опущенным своим этим хваталом, вроде как бульдозер, но он все равно умудряется наехать на бочонок и перевернуться даже сквозь свою эту решетку, аааа, но это просто невыносимо, ну и в этот раз я уже не смог его перевернуть, я очень долго до самой ночи пытался его подцепить, но нет, он не цеплялся, я в результате отбил лопасть у вертолета и окончательно плюнул, просто плюнул на этот квест, ну вернее на это прохождение, загрузился с сейва, и кстати оказалось, что то, что погрузчик не может поднять бочонок, это какой-то баг, глюк, на самом деле все он прекрасно поднимает, и хоть он и остался ужасным, но он хотя бы может ездить, не переворачиваясь, оказывается, в общем надо было всего лишь перезагрузиться, но я по-прежнему считаю этот квест самым отвратительным во всей игре, потому что он невероятно долгий, и погрузить эти бочонки на платформу было только первым этапом, дальше нас ждал самый медленный в мире лифт, чтобы вы понимали, видео сейчас ускорено в 7 раз, ощущаете всю безысходность ситуации? ну а когда лифт все же опустился на самое дно и в моих глазах, и в здании электростанции, дальше квестик стал чуть-чуть пободрее, но от этого не перестал быть отвратительным, все равно все что касается этого погрузчика вызывает у меня теперь нервный тик, надо было выгрузить теперь из лифта эти бочечки и отвезти их к такому крану, который сбрасывает их в воду зачем-то, возможно там они просто охранят это топливо, но хоть денег более-менее за этот класс меня отсыпали все-таки, а также дали наконец-то чертеж люка и теперь я могу хоть весь ими утыкаться, конечно не могли не подложить свинью и не выдать мне еще чертеж на покрышке, вот самая ценная вещь, просто мечтал, и еще 40 ступенек, можно лестницу в небо теперь могу строить, ну правда это верхушки ступенек, а у меня до этого были обычные, ну что ж, на этом будем заканчивать, довольно насыщенное событие получилось прохождение, как мне показалось, во всяком случае я испытал бурю эмоций за эту неделю, пока ковырялся здесь, строил, потом выполнял задания, было интересно, было весело, настолько весело, что даже на 2 серии хватило переживаний, кстати, я так трепетно отношусь к своей технике, на самом деле не знаю, вам интересно так подробное описывание корабля, как он строился, какие были первые модели, или сразу же показывать и объяснять готовый вариант, в общем, не слишком ли я нудный, обязательно дайте мне знать, если вдруг что не так, ну а Sunstormworks нудным быть не обещает в ближайшее время, вот и пока я тут ковырялся, вышло очередное обновление, правда на этот раз никаких там суперновых механик не добавили, но зато существенно улучшили графику, в частности освещение, а также наконец-то побороли просвечивание жидкостей сквозь борта, правда при этом пенный след от корабля теперь на глубине метров 50 в толще воды, но я думаю это исправят в ближайших хотфиксах, в общем игра развивается, играть в нее приятно, ну а я на этом с вами буду прощаться, до новых встреч, всем добра и удачи, увидимся в следующих сериях, и удачи,